Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Идет вторая декада сентября. Осень вступила в свои права. Уже довольно прохладно, дождички моросят. Ну, это нормально, всему свое время. И сейчас хочу сказать несколько слов о моей скромной розе. Когда-то эту розу покупал как Манстед Вуд. Ну, правда, цветоводы меня поправили, что вроде это не совсем этот сорт. Ну, как бы то ни было, эта роза очень красивая вырастала. Очень крупная. И смотрелась очень хорошо. И вот недавно вот этот вот маленький кустик розы, он выбросил бутончики и распустился вот такой цветок. Вроде бы ничего особенного в этом нет. Конечно, такой розой хвастаться я не собираюсь. Тем более, вот я просмотрел, какие-то вредители тут напали на листики. Некогда мне было с ними заниматься. И изрядно их повредили. Но, тем не менее, эта роза растет. И вот образовался первый цветок. В чем же смысл того, что я хочу этой розе уделить особое внимание? Дело в том, что эта роза корнесобственная. И в этом сезоне эта роза была отделена от маточного растения, от большого куста и пересажена вот на это место. И видно, что сейчас она принялась полностью. И мало того, что она принялась и растет, но и цветы у нее соответствуют тому сорту, который был у маточного растения. Вот такой цветочек. Он сейчас, конечно, маленький, слабенький. Ну, некогда ему было сформироваться. Но видно, что это именно та самая роза. Так что можно считать, что опыт с выращиванием корнесобственной розы ну, более или менее удался. А сейчас посмотрим, как выглядит маточный куст розы этого сорта. Ну, сейчас, конечно, погода уже холодная. Заморозки прошли. И крупных цветов нету. Вот такие вот очень красивые цветы на этой розе. Вот этот цветочек сломала ветром. Ветер был сильный. Заморозки были уже. Ну, задеты розы, конечно. Что тут говорить? Досталось розочкам. Ну, цвела она все лето. Цветы были очень красивые. Гораздо более крупные, чем вот эти. Повторюсь, эта роза мне попала, как роза Манстедвуд. На упаковке было написано именно это. И вот эту розу я прикапывал. И после того, как прикопанные веточки пустили корешки, через год отсаживал вот на то место, где показывал вот ту первую розу. Это мне очень понравилось, так делать корни собственной розы. Еще две веточки. Вот одну. И вот вторую я тоже сначала аккуратненько наклоняю. Тут не следует торопиться. Наклонять следует постепенно, понемножку, чтобы не сломать. И вот сейчас уже эти вот ветки, они практически на уровне земли. Еще немного их прижму. и они окажутся заглублены в почву. Глубоко заглублять нет смысла. Ну, может быть, сантиметров на пять. Этого бывает вполне достаточно. Прижимаю вот эти веточки, из которых будут выращены саженцы розы, обыкновенными колышками. Потом колышки выдергиваю, а розочки с комком грунта пересаживаю. Ну, во всяком случае, одна роза уже на новом месте и цветет. А вот еще будет два саженца. Это я хотел сделать. Вот эти саженцы розы для друзей. Роза очень красивая. Если обеспечить ей уход более качественный, чем у меня она получает, я думаю, эта роза будет расти очень хорошо. Ну, на следующий сезон, надеюсь, у меня времени свободного будет побольше. И займусь розами более серьезно. Ну, как бы то ни было, корнесобственная роза начала цвести. Значит, все получилось не так уж и плохо. Несмотря на холодную погоду, продолжают цвести и другие розы. Вот, например, гринтия. Тоже очень красивые цветы у этой розы. В конце пожелаю всем цветоводам тоже использовать этот, на мой взгляд, очень простой способ размножения розы. А корнесобственная роза сохраняет свойства оригинального растения. Вот этим интересен вот этот маленький, скромный кустик розы. Он корнесобственный и цветет. Желаю всем хороших урожаев. Не забывать про цветы. Всем всего самого доброго. До свидания.